МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Федерации хоккея Кыргызстана и России подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Программа «Таймаш» взяла эксклюзивное интервью у легенды советского хоккея Владислава Александровича Третьяка. Какие в Канаде это... Какие-то это все. Если в Канаде родится мальчик, он будет хоккеистом, если девочка, она будет жена какие-то, а потом остальные профессии. Вот, это Канада, это все. На этой неделе завершился суперкубок Кыргызстана. Ошский АЛАЙ впервые в своей истории стал обладателем этого трофея. Национальная сборная Кыргызской республики по хоккею с шайбой вернулась домой из японского города Саппора после участия на восьмых зимних азиатских играх. Наша команда выступала в группе А во втором дивизионе. Вместе с нами в квартета попали сборные Филиппин, Катара и Кувейта. Отметим, что из-за санкций Международного олимпийского комитета команда Кувейта выступала под флагом МОК. Именно их и разгромили кыргызстанцы в первый игровой день со счетом 5-0. Во втором туре наши соотечественники встретились с командой Филиппин. Эта игра, по признанию ребят, оказалась самой сложной. В упорной борьбе подопечные Мурата Джакипова одержали уверенную победу со счетом 10-5. Но при этом потеряли много игроков основного состава сборной. Самым неожиданным для нас получился матч со сборной Филиппин. Тренерами у них являются канадцы и чехи. Они исповедуют силовой хоккей, непривычный для нас. Встреча была жесткой, игра прошла на высоких скоростях. И много наших хоккеистов получили травмы и повреждения. Наш тренер поставил задачу не поддаваться провокациям и играть на своем уровне. Так мы обыграли филиппинцев, хотя при этом потеряли несколько игроков из-за травм. Это, естественно, сказалось на финальной игре с туркменами. Азиатские игры запомнятся надолго. В матче с Филиппинами сразу 6-7 игроков получили тяжелые травмы. Например, у Олега Колодя перелом руки, у Нурдяна Ибраимова трещина ребра. Они выбыли на неопределенный срок. Но ребята увидели настоящий современный хоккей. Это огромный опыт для нас. Теперь у нас есть представление, каким может быть хоккей в наше время. Мы получили хороший урок, надеемся развиваться дальше и идти вперед. В третьем заключительном раунде сборная нашей республики встретилась с командой Катара. Польский арбитр этой встречи, Кшиштов Козловский, зафиксировал уверенную победу подопечных Джакипова, обыгравших соперника усилиями Колодя, Ибраимова, Нечапуренко, Кудашева, Семилетка и Трусунбекова. По формату Азиады команды 2-го дивизиона были поделены на две группы. Победители этих групп и должны были сыграть за малое золото азиатских игр. В параллельных играх в группе Б сборная Туркменистана уверенно прошла групповую стадию. Туркмены в первой игре победили малазийцев 9-2. Во второй встрече они втоптали в каток команду Макао 16-0. В завершающем третьем туре команда под руководством Байрама Алоярова не оставила шансов сборной Индонезии. 12-2 и вышла в финал азиатских игр. В главной встрече турнира наша сборная, увы, не смогла показать хорошей игры. Первый период против туркменистанцев завершился в ничью 2-2. Во второй 20-минутке кыргызстанцы не сумели забить и пропустили одну шайбу. Решающим стал третий период, в котором туркманская сборная закинула 4 шайбы, пропустив одну. Итоговый результат 7-3 в пользу сборной Туркменистана. По прилету на родину наши хоккеисты рассказали о не самом честном судействе со стороны польского арбитра Кшиштова-Козловски. Нашу команду явно засудили. Почему? Потому что хоккея такого мы не видели никогда, чтобы за всю игру против пятерых, троем играть, четвером играть. Это явно заслуживали. Мы об этом и там говорили, и будем говорить, и об этом будем писать в Международную Федерацию, что нельзя так судить. По поводу финала судейство было, откровенно говоря, ужасное. Мы практически весь матч играли в меньшинстве, в удалениях. То есть откровенно нас засудили, так скажем. Это тоже сыграло основную роль. Но как бы там ни было, это спорт, мы должны были быть к этому готовы. Но, к сожалению, такое бывает. Игра с филиппинцами оказалась очень сложной. Наши игроки в той встрече травмировались. И мы выиграли только за счет опыта. Очень жаль, что проиграли в финале. После игры посчитали и удивились, что во втором периоде из 20 минут 15 мы играли в меньшинстве из-за удалений. Это несправедливо. Туркменистан выиграл только за счет этого. Победы еще у нас будут. Таким образом, сборная Кыргызстана завоевала малые серебряные медали восьмых зимних азиатских игр. Бронзовым призером Азиады стала сборная Филиппин. Золото игр в элитном дивизионе завоевала команда Казахстана. Наши соседи выступили более чем уверенно. Казахстанцы в трех играх забросили ворота соперников 29 шайб и не пропустили ни одной. Серебро у Республики Корея, бронза у японцев. В ближайшее время наша команда начнет подготовку к очередному кубку вызова в топ-дивизионе. Напомним, в прошлом году на домашнем кубке сборная нашей республики выиграла и сумела квалифицироваться в топ-дивизион. Кубок вызова пройдет с 17 по 23 марта в столице Таиланда Бангкоке. Соперниками подопечных Джакипова станут команды Объединенных Арабских Эмиратов, Монголии, Таиланда, Сингапура и Малайзии. Не судьба, видимо, в этот раз, но хотя бы второе место мы достойно завоевали. И спасибо всем тем, которые нам помогли. Государственное агентство по спорту и физической культуре в лице Каната Амонголова, также нашему правительству, нашему народу. Мы всю поддержку чувствовали, старались оправдать все надежды. Хотим пацанам дать, чтобы они отдохнули, там полечили травмы. Там есть серьезные травмы, но, думаю, до Таиланда они вылечатся. Мы уже играем в высшем дивизионе. Там уже игры не такие будут, там серьезные игры, соперники тоже серьезные будут. Я думаю, пацаны там уже готовы, будут уже биться, не жалеть себя. И мы должны наши вот эти серебряные медали, там доказать, что мы не зря получили эти медали. В следующем выпуске мы обязательно расскажем вам о подготовке хоккейной сборной к очередному турниру. И будем надеяться, они смогут выступить на очень хорошем уровне. У Бешкики 4 марта был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Федерациями Хоккея Кыргызской Республики и Российской Федерацией. Специально для этого в столицу прилетел президент Федерации Хоккея России, легендарный хоккеист, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы Владислав Третьяк. С нашей стороны в мероприятии приняли участие президент Федерации Хоккея Кыргызстана Анвар Умурканов, директор Государственного агентства физкультуры и спорта Каната Манкулов. Перед подписанием документа Владислав Александрович рассказал о том, что российская сторона готова помочь своему младшему брату в развитии хоккея. У нас богатейший опыт, мы являемся одним из лидеров мирового хоккея, и, конечно, мы хотим, чтобы наш младший брат тоже играл достойно в хоккей, потому что вы, мужики, отчаянные, ну, коней останавливаете на лету, поэтому, я думаю, шайбу вы сможете спокойно тоже укращать, тем более таким президентом, как Анвар, который действительно очень много уделяет внимания, мы с ним все время в контакте. Мы сейчас договоримся, наверное, в России приедут тренера, детские, взрослые, и здесь проведут для наших тренеров семинар, учебу, вот, мы хотим с этого начать сейчас. И плюс судейского корпуса. На самом деле, судьи, если будут сертифицированные у нас судьи, они могут зарабатывать, судить международные, значит, турниры, и там им выплачивается бонус. Затем стороны приступили к подписанию меморандума о сотрудничестве между федерациями. Отныне Россия будет делиться своим огромным опытом. После официального подписания меморандума Владиславу Третьяку была вручена золотая медаль Национального олимпийского комитета нашей республики за вклад в развитие международного олимпийского движения. Награду вручал директор Госагентства физкультуры и спорта Каната Манкулов. После этого, как член Совета Международной Федерации Хоккея, Владислав Третьяк пообещал на самом высоком уровне содействовать развитию хоккея в Кыргызстане. Все, что новое будет у нас в нашем хоккее, мы будем делиться, будем помогать. Мы уже договорились, что мы пришлем сюда ряд тренеров, которые проведут лекции по развитию хоккея, ответят на ряд вопросов. И также мы будем, мы у себя в стране очень много проводим семинаров среди старших тренеров детских школ, и мы будем приглашать тоже к себе. Это будет такая учеба, очень полезная для вашей республики. После завершения официальной части все желающие получили возможность сфотографироваться с живой легендой советского хоккея. Особенно рады были такой возможности ребятишки из детских секций хоккея и представители старшего поколения, которые воочию видели, как когда-то на льду блистал легендарный Третьяк. Восемь, ты капитан, много шайб забиваешь. И у нас отличная новость для вас, уважаемые телезрители. После подписания документа Владислав Александрович дал эксклюзивное интервью телеканалу НТС. Интересную информацию от первого лица вы сможете узнать, посмотрев специальный выпуск программы Таймаш в самое ближайшее время на канале НТС. 2 марта состоялся Суперкубок Кыргызстана по футболу. В турнире, состоящем из одного матча, приняли участие Оржский Алай, чемпион страны прошлого года, и бишкекский Дурдой, победитель Кубка Кыргызстана. До этого дурдуевцы трижды становились обладателями Суперкубка, а лайцы ни разу пока этот трофей не брали. На предматчевой пресс-конференции наставники команды и футболисты рассказали о предстоящем матче. Главный тренер Дурдуя Руслан Сыдыков рассказал о том, что Суперкубок – награда, которую завоевать хотелось бы, но делать трагедию из возможной неудачи нельзя. Он также поделился своими наблюдениями. Статистику я посмотрел. Не всегда команда, выигравшая Суперкубок, становится чемпионом. Прошлый год Абдушата выиграла Суперкубок, но в итоге Алай стал чемпионом. Но я думаю, ко всем турнирам, ну каждый тренер относится по-разному. Для меня я сказал, что у меня нет второстепенных турниров. И преимущество, преимущество может быть в психологическом плане, какой это дает. Отметим, буквально на днях Дурдой обеспечил себе участие в групповом этапе Кубка АФК, поочередно одолев серебряных призеров Таджикистана и Туркменистана, Хасилот и Балкан. Хотя мы сыграли четыре официальных матча, ни о каком преимуществе речи не идет, сказал игрок столичной команды Анатолий Власичев. Мы сыграли такие матчи в гостях, на выезде, в разных условиях, на разных полях, можно сказать. Может быть, да, где-то у нас есть вот этот игровой тонус, как говорится. Допустим, раньше, да, подготовка, это было только сборы, тут турнирчики играли вот внутри, двухсторонки, может быть, товарищеские. А сейчас официальные игры сыграли. Ну, а преимущества не знаю, как завтра видно будет. Кстати, Дурдой на групповом этапе Кубка АФК сыграет как раз-таки с Ожским Алаем. Вместе с ними в одну группу попали Алтына Сыр, чемпион Туркменистана, и Стеклол, чемпион Таджикистана. Ожский Алай совсем недавно вернулся с учебно-тренировочных сборов, которые проходили в Турецком Анталии. Тренерский штаб Алая учил опыт прошлых лет и усилился перед сезоном. Как вы знаете, мы принимали участие в Кубке АФК в 2014 году. Тогда у нас не все получилось. Кубок отобрал у нас много сил, и мы не смогли защитить свой чемпионский титул. Мы извлекли из этого уроки, и в этом сезоне подготовились лучше. Мы пригласили трех легионеров. Дополнительно взяли ребят из первой лиги чемпионата Кыргызстана. Надеемся, пройдем весь сезон без потерь и сумеем порадовать наших болельщиков. В этом году надо постараться получить вызов в стан сборной, заявил игрок Ожского клуба Владимир Веревкин. Если я буду выступать на очень хорошем уровне, не только в завтрашнем матче, но и на протяжении всего сезона, то меня обязательно вернут в состав сборной, уверенно сказал форвард Алая. Конечно, у каждого игрока есть цель стремиться, чтобы упасть в национальную сборную. В том году не вызывали, но будем стараться в этом году, конечно. Никогда нельзя пускать руки, идти к своей цели, добиваться, стремиться. Дай Бог, что все получится. Итак, переходим непосредственно к матчу Суперкубка Кыргызстана. Игру судил арбитр FIFA Дмитрий Машинцев. У Дордуя отметим, вместо опытного Валерия Кашубы ворота встал Максим Зинченко. Первый опасный момент создали Ашани. Передачу с углового замкнул Акрам Умаров. Зинченко на месте. Уже на 16-й минуте Алая открыл счет. После срезки Сидоренко мяч на дальней подкараулил Умаров. 0-1, Ожский клуб выходит вперед. Ворота Алая в этом матче защищал Абдуазиз Махамов. Он провел эту игру более уверенно и не допускал ошибок, в отличие от своего коллеги с Дордуя. Все моменты, организованные бешкикчанами в этой конкретной игре, результата не давали. Хотя подопечные Сыдыкова играли весьма активно. Первую желтую карточку в этой встрече получил Алаец Шухрат Рамонов за снос Бигболотова на 24-й минуте матча. Две минуты спустя столичный клуб чуть не пропустил вновь. Ошибка Колюбаева чуть не привела к голу. Лишь хорошая игра Зинченко спасла команду. Угловой мог принести удачу. Вновь Зинченко играет на выходе и выбивает мяч из штрафной. Затем мы увидели перспективную атаку Дордуевцев. Но Сагенбаев отличный момент запорол, пульнув в небо. Как надо действовать форварду, показал Даниэль Тего. Центральный защитник Дордуя обыграл троих оборонцев Ашан и нанес удар, хотя и не совсем точный. Затем был дальний удар легионера Дордуя Джуматаева. Мяч в этом эпизоде летит выше ворот. Алай ответил опасной атакой. Отметим, что в этом эпизоде главные роли сыграли темнокожие футболисты. Сидебе отправляет вперед силу. Винеец обыграл Зинченко и навесил в Абратарскую. Бешкихчанин Тего угрозу отвел, сыграв головой. Опасный момент у ворот Макхамова. Угловой и мяч пролетает мимо всех. Удар набегавшего Джуматаева блокировал Сидебе. Бешкихчане продолжили наседать на ворота гостевой команды. Замечательную возможность сравнять счет в игре упустил Сагенбаев, подскользнувшийся в самый неподходящий момент. На этом первый тайм подошел к концу. 0-1 в пользу Алая. Сразу после перерыва преимущество Ашан мог удвоить Ахмедов. Сильный удар и Зинченко вынужден выбивать мяч за лицевую линию. Заработанный угловой принес результат. Навес с угла площадки и Умаров вновь забивает гол, оформляя дубль в Суперкубке страны. 0-2 в пользу Ашан на 47-й минуте игры. Хозяева поля моменты создавали, но завершать их в этот день было некому. За это Дурдой заплатил сполна. В одном эпизоде Алия Силла отправляет вперед Максата Алимова. Ни отчаянный подкат Авчиева, ни попытка Самсалиева исправить ошибку партнера не увенчали с успехом. Сила с подачей Алимова забивает в пустые ворота. 0-3 на 51-й минуте встречи. Аллай громит соперника. Далее мог отличиться и Ахмедов. Ашанин пробил издали. Зинченко команду спасает. Дурдой мог отвитать один мяч усилиями Кольбаева, но Кайрат по мячу не сумел попасть. Ответ Алайцев должен был принести результат. Увы, лучший игрок футзала прошлого года, выступающий и в большом футболе, Максата Алимов, укротить мяч после хорошей передачи партнера не смог. Вторую желтую карточку в этой игре получил форвард Алая Сила. Легионер сыграл безрассудно, наступив на ногу Тега. Последнюю надежду на возможное чудесное спасение убил игрок Ошского клуба Мадибо Сидебе. Темнокожий футболист ушел от Самсалиева и обграл Зинченко. 0-4 на 69-й минуте встречи. Две минуты спустя третью желтую карточку в этот день получил Аделбик Болотов. Защитник столичного клуба снес автора последнего забитого мяча Сидебе. Лишь за 20 минут до конца встречи Дордой сумел забить. Карим Израилов сыграл великолепно и после отскока мяча от ноги защитника поразил ближний угол ворот. 1-4. Сократить отставание своей команды мог Сидоренко. Полузащитник замкнул передачу партнера, но мяч пролетел мимо ворот. В оставшееся время Алай сыграл спокойно. Гости оборонялись без лишних нервов. Хотя шансы у Бешкигчаны были, хоть воспользоваться они ими не сумели. Наоборот, Ашани могли восстановить разницу в счете. Однако в этом эпизоде снаряд летит выше ворот после удара Алимова. 85-я минута матча Данитего возвращает должок Алии Силли. Квинеец падает на газон, а Машинцев достает горчичник и показывает его темнокожему кальгызстанцу. В концовке встречи столичный клуб должен был забивать. Прекрасная передача Власичева и бьет Абдукадыров. Махамов спасает Алай. В добавленное время, исправляя собственную ошибку, Дордой Ветскульбаев играет грубо против Умарова. За это он получает желтую карточку. Сразу после этого прозвучал финальный свисток Дмитрия Машинцева. Ошский Алай более чем уверенно обыгрывает Дордой со счетом 1-4. И впервые в своей истории становится обладателем Суперкубка Крыгызской Республики по футболу. Лучшим игроком матча, по мнению организаторов, был признан Винейц Алия Сила. Он получил специальную грамоту из рук легенды крыгызского футбола Алмаза Чукморова. Таким образом, действующий чемпион страны Ошский Алай начинает сезон с победы в Суперкубке Республики. А столичный Дордой терпит первое поражение в официальных матчах под руководством Руслана Сыдыкова. Теперь команда предстоит продолжить очное противостояние не только в рамках чемпионата и Кубка Крыгызской Республики, но и в Кубке АФК. Пожелаем обоим клубам удачно пройти групповую стадию континентального турнира. Ну что ж, на этом программа Таймаш подошла к концу. Оставайтесь на канале НТС и занимайтесь спортом. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА